всем привет ребята наконец я дома и мне хочется все таки пойти и попробовать завести свой автомобиль иду в гараж не заводился он у меня наверно полтора месяца аккумулятор я отключил полностью вот он автомобиль сейчас мы его откроем аккумулятор отключен автомашина закрыта я уж и нас спрашивал заводил нет говорит не заводил ничего сейчас вот посмотрим как все-таки заводится автомобиль после полутора месячной стоянки то есть ничего ему никто не делал вот открыли его показываю вам эти еще не работает открываем капот темновато немножко здесь ну думаю ничего страшного всем все будет видно надо бы мультиметром проверить аккумулятор но аккумулятор новый новый прям перед самым отъездом покупал вот ну надеюсь что ничего не случилось подключаем минус все заискрило заработало я имею ввиду заискрило здесь возле аккумулятора это нормально когда машину подключаешь сейчас немножко подтянуть надо но не сломать без фанатизма на 18 ньютон многие сейчас каждый откуда он знает любитель ньютонов до любитель ньютонов чтоб понятно было ответе плотность я ведь ничего не никуда не двигается сейчас будем пробовать заводить так вся в пыли жила красавица опускаем стекла вот видите 270 тысяч о какая какая это цифра я даже не смотрел в 270 тысяч 9 километров это я немножко включил оживил аккумулятор то есть он начал как-то работать еще раз включил насос вот приборы загорелись можно фары даже включить что пробуем еще раз выключаю заводим завелась отлично что-то а это парковка единственное что я неправильно сделал надо было замерить еще уровень масла мало ли а вдруг масло выбежало я даже под низ не заглянул у меня даже в мыслях не было что оно могло выбежать ну тем не менее тем не менее давление видите не загорается до сих пор уже сколько секунд поп загорелось то есть масло холодно я когда заглушил секунд через 15 только загорелась мало масло до лампочка давление масла вот это вот лампочка ох ты вот она то есть машина на ходу мне сегодня нужно за картошкой ехать вот хотел с вами поделиться как я после полутора месячной стоянки завел машину сейчас еще гляну уровень масла как раз она постоит пять минут то есть на детали уже это масло разошлось разбрызгалась теперь надо проверить реальный уровень масла масло проверяю запасы тряпочкой чтобы со щупа стереть вот он щуп чистый вот эти два отверстия вот видно два отверстия нижняя верхняя это между ними должно быть масло проверяем ну ё-моё еще не стекло и смотрите уровень масла то у меня по нижней кромке ну то есть машина требует залей в меня масло то вот придется подливать так как автомобиль у меня не новый автомобилю 18 лет пробег у него 270 тысяч honda civic с коробкой вариатором 1 из 7 движок поэтому я лью масло не потому что он с вариатором а потому что большой пробег 10 в 60 без разности мобиль мобил это будет написано или кастрол ну я когда день с деньгами нормально лью кастрол он чуть-чуть подороже а сейчас я заливаю масло 10 вы 60 мобиль сейчас многие скажут о это ж густое масло ребята не гоните пургу на этом масле я езжу с 2002 года то есть 10 вы 60 либо кастрол либо мобил никаких проблем никакого увеличенного расхода топлива никакого износа никаких ремонтов менять только вовремя через 5000 все подливаем масло единственное что хотелось бы сказать это масло надо использовать зимой осторожно то есть заливать только в те автомобили которые стоят но более менее подогреваемым гараже то есть когда на улице минус 40 или минус 30 ниже минус 25 то использовать это прекрасное масло нежелательно потому что видите цифры 1 10 показывает это американская условная единица 10 на нее все равняется что до минус 20 градусов 20 до 20 градусов поэтому когда машина замерзшая ее лучше подогреть обязательно я установлю подогрев двигателя покажу всем как я это сделал вот сейчас она без подогрева опять смотрим сколько же у нас там масла ой масло уже прошло 5000 поэтому его пора менять заливайте новое уже сюда не буду чуть чуть выше уровня сделал нижнего нижней отметки достаточно потому что нужно ехать покупать новое масло масло дорогое поэтому я лучше вот это сэкономлю тут у меня с пол литра есть а со следующей канистры еще пол литра добавится и этим самым через 5-6 заправок масла я сэкономлю целую канистру вот значит желательно бы конечно заглянуть в аккумулятор но тут аккумулятор витя наклейка он как бы новый них не чудо лезть и он не обслуживаемый вроде как говорят не лезьте пока пока он работает новый во всяком случае проверить бы конечно жидкость в коробке передач так 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 вот она вот он щуп у меня коробку ну тут масло нормально все в коробке менял я его по моему год назад год назад поменял проехал я где-то около я не помню сейчас точно все скажу вам где-то проехал около 15000 поэтому все проверю масла жидкости тормозная жидкость все на месте ведь их уровень стоит есть тормоза у меня будут честно сказать забыл когда я проверял тормозную жидкость сейчас к дочери съездил в америку думаю а вдруг вытекла то есть до этого не вытекала вдруг вытекла ну естественно я под машину положил вот такие вот эти бумажки он там пару капель капнула но это я знаю откуда капает это капает у меня вот с этого фильтра который я переделал на коробку передач как-то в одном из видео когда я менял масло в коробке передач я показывал этот фильтр вернее не фильтр да эту приспособу то есть фильтр родной стоит за тысячу рублей этот я меняю за 300 рублей обыкновенный фильтр масляне ну все ребята машину свою обслужил вот она работает греется решил я съездить магазины надо хлеба купить надо кушать купить а вот посмотрите все то же самое такие же деревья все то же самое только асфальт пожиже немного а так все то же самое да уж